Первый телефонный звонок, то есть проблема, которая хвалит многих Жихарова с облево-сельской местности, вывоз смете. После централизованного закрытия мини-полигонов к этому пытаниям на подставе заключенных договоров занимается предприятие жилево-коммунальной господарки, а для частка отходов все равно застается на участках. Помощник президента, инспектор Пагоминской области Юрий Шулейко пропонует подключить до вращения проблемы депутатов. Изучите проблему. В чем проблема? Дорого? Значит, это один вопрос. Не могут, не часто ездят? Это другой вопрос. Скапливается, не вывозят? Это третий вопрос. Это давайте поручим совету депутатов и ЖХХ вместе. Пускай они поработают. Проблема, я как хвалюю Жихарова городского поселка Уваровича Будокошалевского района, работа местовой больницы зараз на меняет статус районный на участковую, что выкликая пытание у насильства. Самое главное, те будет захованный объем оказываемых медицинских послуг. Вдруг какие-то сокращения будут? Это только регистратуры и двух пенсионеров. Я тоже в курсе. А что касается финансирования, в свое время, уж извините за нескромность, она очень хорошо финансировалась. И рентгенаппарат стоит, и УЗИ. Это я лично принимал участие в оснащении этой больницы. И никто вот этого оборудования забирать не будет. Так что, Полина Николаевна, я вам обещал, что эта больница останется. Она останется. Доброе упорядкование дорог и старого речащей раки не выплаты заработку под час звонения. Скарга на небыто неякосную продукцию предприемства неизгоды с оценкой кошта приватизованного жилья. Пытания, за которыми приходится на прием жахары региона, тычутся самых разных сфер. Ветковская лазния не происходит с минулого года, когда у будинку отбился пожар. И хоть на дверях еще находится надпись, что тут размещенный оздоровленческий комплекс, який принимает людей по субботах, и он уже не отповедая реальности, жадающим помыться, предоставляются звычайные душовые, який находится у местовой гостиницы. У вугуле Ветковской лазния горела двойчей. На счастье, обошлось без человеческих охвяр, але за уникам наступства пожара у Кемерови зараз увага до беспеки эксплуатации особливо значная. Гэтае потребование повинно быть уличено при распроцовстве проектной документации и наступных работах. Але до конца года лазню у Ветцы вырошено открыть для районных центров. Гэта социально значные объекты. Сегодня заканчивается проектирование Будокошелёвска. Я думаю, что в каждом районном центре должна быть достойно полноценный пункт помывки населения, потому что это социально важный объект. Охудшенное питание для тех, кто пришёл на приём, зараз самое актуальное. Некоторые захворчаются на место, инжа будут разъезжены додатково. Головное потребование – ответственность законодавству. До речи, помощник президента, инспектор Пагоминской области Юрий Шулейко, лечить оборудованными до половы от огольной кофисти с воротов. Алексей Интеров, Валерий Копаньков, телерадокомпания «Гомель» – Зветки.